Я хотел спросить, после всех событий, после ухода голливудских мейджоров, что касается ассоциаций, больше членов стало, меньше, как вы считаете, что студии говорят, что участники говорят, это новые возможности или это пока проблема больше? Как бы вы это смогли интервью? Что по рынку, что среди наших всех учреждений? У каждого свое, но в целом по больнице говорится, температура какая у нас? Я уже сказала, что максимальные проблемы мы сейчас получаем с экспортом, потому что после лицензирования продажи контента, ну то есть, собственно, это часть продажи контента, это очень большой, большой, большой рисунок, блок монетизации нашей бюстрии, и сейчас это все требует очень больших усилий. Не всегда даже речь идет о том, что с нами отказываются сотрудничать, у нас отказываются покупать, но иногда просто вопрос технических сбоев, заблокированы карты, это касается всех, не только анимации, и не только деятельности, да, даже вот как везде платить. И, собственно, усыпятся транзакции, вот, поэтому многим приходится, ну, это очень большие расходы по открытию дополнительных офисов, офисов в разных странах, которые, ну, вы все читаете новости, куда прибыло много россиян, и где, ну, там, Грузия поднялась, ВВП у них на 10% Казахстан, Армения, ну и прочие страны, собственно, там сейчас открываются филиалы или вот представительства. Ну, во-первых, наши недостатки, это продолжение наших достоинств и наоборот, и любая, любой кризис, это есть возможность искать новые, 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 новые ресурсы для развития. И в этом смысле наша отрасль, она чувствует себя достаточно оптимистично, просто мы диверсифицируемся, продолжаем развиваться. Приток новых членов продолжается, вот только мы приняли одну из компаний недавно, вот сейчас, вчера у нас появился новый потенциальный член, они как-то все вот, все продолжается. Ну, мы вышли на плату и на нем стоим. Сейчас очень большие проблемы у нас будут с программами обеспечения. То есть лицензии закончатся в конце года у тех, у кого они есть, а у тех, у кого они не, ну, а тех, кому заблокировали, сейчас приходится что делать, работать все без лицензии. Вот тут я в Госдуме выступала, а потом долго пыталась обойти слово «контрафакт», «слома» и все такое прочее, написали, с лицензиями работают, написали, вот приходится с лицензиями работать. И здесь очень большая у нас надежда на поддержку государства, и потому что нам давно уже говорили, что нам, ну, на встречу с президентом в 2017 году, нам сказали, развивайте, пожалуйста, отечественное программное обеспечение. Но мы не, ну, это, 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 это очень дорогостоящий, долгосрочный проект. То есть это миллиарды рублей в перспективе, ну, наверное, 10 лет, когда появится только первый продукт. Но никуда мы уже не можем деться. Одна из первых компаний, которая развивает отечественное ПО, это как раз вот «Визор», тот же «Воронеж». Да, и, собственно, они, ну, вот они у нас, как бы, они давно начали заниматься этой темой, вот они здесь у нас флагманы. Но, опять же, нужно, чтобы все согласились перейти на, во-первых, это ПО только-только начинается вдаваться. Во-вторых, это один из блоков, который может закрыть не все потребности рынка. То есть это большая, огромная, комплексная история. И сейчас мы собрали, вот, опять же, лидеров, и работаем с Минцифрой над тем, чтобы мы собрали пакет «Максимум», потом его сократили до пакета «Минимум», который обсудили на правлении, показывают члены правления, Александра Герасимова. Член «Пьяма». Да, в качестве доказательства. И вот этот пакет «Минимум» мы сейчас будем согласовывать с Минцифрой для того, чтобы на него был выделен ресурс. И мы, наверное, своими силами с внешними разработчиками из Колкова, из Одерфит начали эти все процессы развивать, как нужны математики, инженеры. Ну, то есть это огромная работа. И здесь у нас, ну, прямо непочатный край. Поэтому, ну, вот, а мы, дело в том, что наша задача создавать контент. Мы много лет пытались работать со Сколково, уговаривая их поддержать анимацию. Но подход Сколково, он правильный, но и их подход, да, он про то, что создается программный продукт, и этот продукт должен коммерциализироваться. Но у нас программный продукт, программное обеспечение, это составная часть, на которой мы делаем контент. наш продукт, не ПО, а контент, который мы делаем, с его использованием. Поэтому со Сколком у нас не получилось вот как раз много лет подряд это все сделать. Вот, но теперь, надеюсь, что получится, получится. Ну, у нас нет вариантов, должно получиться. Хорошо, спасибо большое, да, еще раз, да, за развернутые ответы на этот вопрос. Ну, на этой эпидемистричной ноте тогда мы переходим дальше. Да, вторая, следующая тема, которую мы там хотели бы сегодня затронуть, обсудить, почему, вернее, какой контент выбирают наши российские дети, почему они его выбирают, и что поменялось там за это время, и что мы можем сейчас сделать. Ну, от себя могу сказать, что за последние, ну, согласно статистике, исследованиям, конечно, сильно изменилось за последние, там, даже не 10, там, 5 лет телесмотрения, детское телесмотрение в России, и можно с уверенностью сказать, что, ну, фактически, там, с головы на ноги, там, оно поменялось, потому что, если, там, 5-7 лет назад, примерно 70-80% детского телесмотрения, детских теле... ну, анимационных хитов, это были иностранные сериалы, ну, разные, там, не будем их называть, разные, то вот за, вот прям за, там, 10-7 лет российская анимация сделала серьезный скачок, и в объеме производства, и в качестве производства появились, ну, помимо замечательных проектов от студии «Воронеж», «Снежная королева», появились, ну, и «Снежарик», не знаю, там, ну, много разных, мы все знаем эти проекты, там, «Маша Медведь», которые сейчас и до этого идут в эфире, но помимо этого появились много замечательных проектов, более того, что вот одна из тем нашего сегодняшнего жизни обсуждение, что есть и другие студии, есть разные, там, да, вот я немножечко потом покажу, которые делают хороший детский контент, в которых нет возможности, скажем, как бы получить большую государственную поддержку пока, то есть, да, эта ситуация меняется, слава богу, да, то есть, вот, ну, по крайней мере, об этом говорят, что она будет меняться, мы на это очень надеемся, что это не только слова, а деньги реально дойдут до индустрии, и не только до тех, до которых, участников, до которых они доходили до этого, хотелось бы, чтобы, ну, как-то у всех было, ну, какое-то более-менее там, ну, если не равное, но была возможность, скажем, как-то реализовать, показать свои проекты, создать, донести их до зрителя, ну, и это, конечно, это большая комплексная проблема, на которой мы все дружно работаем, и мы как вещатели, и студии как производители, и ассоциации анимационного кино, и много-много, кто сейчас занял в индустрии, в том числе, это и вопросы программного обеспечения, ну, в общем, все наши сложности, которые есть, их нам героически предстоит решить, вот, но, тем не менее, есть студии, которые уже это делают, которые уже сейчас это смогли, как бы, там, реализовать, доказать, донести свои, создать и донести свои проекты до зрителя, вот, представители двух студий как раз здесь присутствуют.